Чиновники на местах тормозят развитие внутреннего туризма в крае. Так считает бизнесмен из Уярского района. В селе Новопятницкое есть уникальное для нашего региона озеро с кувшинками. Но расширяться предпринимателю не дают. Земля нужна сельсовету для своих нужд. Впрочем, местные власти настаивают, бизнес не душат и только рады туристическому буму. В споре разбирался Виктор Бородин. Дисктаки можно проводить уроки, интересные на природе. Это место достойное особо охраняемой природной территории. Красоту этого озера можно описывать часами. Главная прелесть – кувшинки. Они раскроются через пару недель и сюда поедут сотни людей. Таких мест в крае больше нет. Базу для туристов оформил Андрей Васильев. Пару лет назад он начал развивать туризм в родном для себя районе. Но говорит, что когда пришло время расширяться, местные чиновники начали ставить палки в колеса. И вот я стою, беременная баба, на середине вот этой дороги. И не знали, то ли мне рожать, то ли мне инвестиции вкладывать сюда. То ли делать, то ли не делать. То ли рожать, то ли не рожать. Потому что если я сегодня вложу сюда деньги, какие-никакие там, да, инфраструктуру, то завтра у меня ее отберут. Мужчина захотел взять в аренду еще один участок рядом с озером. Заявился на аукцион и выиграл его. Но неожиданно выяснилось. Еще до начала торгов Новопятницкий сельсовет зарезервировал именно эту землю под свои нужды. Результат торгов отменили. Хозяин базы считает, что его просто душат. Но для чего, понять не может. Говорит, уже дошло до проблем со здоровьем. Да я уже инфаркт перенес. Вот в конце мая. Буквально три дня приехал сюда, что будет. Вот такие дела у нас в Гадюкино. В местном сельсовете отвечают. Рядом с озером хотят обустроить пожарный пирс и место для выгула скота. Историю с неудавшимися торгами комментируют так. Они здесь не при чем. Кому давать землю, решал уже район. Видно, какие-то в Киеве случились недопонимания между собой друг друга. Видно, одна девочка в отпуск ушла, другая вышла и заниматься начала. И они объявили конкурс уже в то время, когда правообладателем земельного участка была администрация Новопятницкого сельского совета. В районной администрации также ссылаются на человеческий фактор. Мол, специалисты между собой не разобрались. Итог суды. Предприниматель считает, что чиновники просто оформили землю задним числом. Да и говорит, что участок, который у него в аренде сейчас, тоже хотят забрать. Эта земля, как отмечают в администрации района, предназначена для растеневодства. Там, например, нельзя возводить деревянные домики. Впрочем, власти настаивают. Они работе бизнеса не мешают и готовы помочь. Сейчас идет работа с генеральным планом Новопятницкого сельского совета, в ходе которого мы эту зону запланировали как регуляционную. Мы против конфликтов будем договариваться. И мы готовы к диалогу. Но пока точек соприкосновения между бизнесом и государством, кроме дела в суде, нет. Договариваться, конечно, надо. Лучше от того, что бизнес стоит на месте, и туристов из-за этого в район больше не едет, не становится никому. Виктор Бородин, Дмитрий Комаров, Седьмой канал.